здравствуйте на канале урал спецтранс и многие отрасли экономики используют и нуждаются во взрывчатых веществах и следовательно в их перевозке сегодня у нас речь пойдет об урале да у нас есть небольшое направление деятельности просто была потребность люди обращались а мы получили одобрение на автомобили по для перевозки взрывчатых веществ то есть мы их изготавливаем по первому классу опасности это урал и камаз но в данном случае у нас заказали урал и x3 по моему называется требования под перевозку взрывчатки вот значит делается наружная обшивка из листа не менее четырех миллиметров которая значит должна препятствовать прострелу из пистолета то есть требование такое что не прострелил может быть кишку ты но вот насколько я помню там одно из требование ну то есть имеется ввиду что внутри везут какую-то взрывчатку если снаружи стрельнут из чего-то чтобы не было пробоя на а вот я еще хотел спросить почему такая ярко если везут я рычатку наверное надо что-нибудь это вот я их а если взрывчатку везут на поле боя конечно ну куда-то костякому военные действия то надо конечно хаки камуфляж но в данном случае автомобили для других как и сейчас у нас заказывают организации которые ну карьеры там обычно карьеры кто занимается добычей полезных ископаемых то есть они бурят шур закладки осторожно-осторожно-осторожно они вообще фиксируют это я так полагаю вот это у нас как-то движка а вот я даже не знаю тут чисто сейчас догадался мы с урала дам без перчаток ходим у меня дочка вчера папа купи мне мороженое а это лестница называется не троп это не троп это не троп троп она обычно отделка какая-то из дерева специально тоже какие-то требования или это не дерево условия такие что внутреннее покрытие не должно давать искр поэтому это фанера непростая по у сертифицирован противопожарная чем-то пропитана хотя так на внешний вид обычная фанера и обязательно алюминиевые уголки которые не дают мы тоже искрения не допускают из особенностей фонари взрывозащищенные то есть тут стоят светодиодные со специальным стеклом ну смысл такой что если там внутри что-то тоже перегорит коротнет что искры наружу не высыпались это вот стоит система это датчик стоит на повышение температуры и автоматическая система пожаротушения то есть здесь пол порошок порошкова скорее всего там или стоит какой-то заряд или под давлением выбрасывается порошок который должен собственно потушить то что находится внутри ну то есть вот это получается очень взрыва что локализует если как случае случае взрыва так случае взрыва кстати здесь есть такая особенность да то здесь делается очень мощный каркас по периметру и дно но при этом конструкции предусматривается более тонкая и простая конструкция крыши то есть именно все таки здесь если рванет чтобы направлено взрыва была вверх чтобы те кто находится вокруг меньше пострадали это урал маленькая будочка да тут чисто взрывчатку будет иногда заказывают две секции есть отдельный вход там возятся отдельно так называемые средства инициирования запалы вот и как правило во втором отсеке еще есть специальное место для человека который в процессе перед работой может запал подготавливать нету ручки кстати кстати знаешь что я не знаю вот это всем показывать нет представляешь если тут идет погрузка какая-то взрывчатки вот все-таки трап здесь был бы улезть вот полезет не дай бог с ящиком кто-то свалится отсюда убьется на ладно убьется это взорвется и всех не знаю тут бы вредный контакт был но что-то приставное тогда надо делать здесь надо трап так вот она у них задвигается вот до сюда по идее можно было вот до сюда делаю приставную а конструкторам мысль наверно для такого класса машина надо лестницу другую делать делаем и по такому же типу делаем и рефрижератор рефрижераторов немного заказываем а вот в основном из фургонов из продукции подобного типа то есть фургоны это делаем вахтовки вахтовые автомобили делаем различные грузопассажирские автомобили различные мастерские передвижные кстати достаточно легко старый контейнер открывал заржавелый нам тяжело здесь достаточно просто у нас вот постоянно я смотрю в роликах урал и урал и урал и тенденция какая-то по покупке уралов нас мало стало камазов нет самом деле камазов продается наверно все-таки больше связано это с тем что камаза на сегодня все-таки сервис развит шире организации которые занимаются запчастями камазовскими гораздо больше ну и вследствие этого просто проще починить быстрее починить и камазов берут больше хотя они дороже уралы дешевле уралы тоже берут есть любители того и другого потом есть организацию которых парке есть все уралы смысл менять их на камазы надо же менять ремонтную базу но одно дело переучить человека другое дело надо склад запчастей иметь еще и на камаз помимо урал то есть вот этот переход он достаточно болезненный с одного с одного парка на другой хотя есть те кто и тот другой использует то есть по проходимости на сегодня все равно то есть вот капотному урал урана кто нет то есть урал с капотной компоновка именно он имеет и лучше проходить трехос на трехосную но если трехосной машины есть еще четырехосные машины у них ещё лучше проходимость вот то есть кстати вот еще что надо сказать все машины которые значит перевозят либо взрывчатые вещества либо какие-то опасные грузы у них производится доработка специально топливных баках вот видишь защита ставится у топливных баков обрешетка раньше вообще сплошняком зашивали сейчас требования упростились вот стали делать такие делается вот проблесковые маячки на крышу ставятся и делается вынос глушителя либо вперед с искорогасителем у нас сертифицированный искорогаситель собственного производства на него сертификат предоставляем либо делается искорогаситель за кабину вверх ну собственно что закажут спасибо вам константин наши подписчики будут очень довольны то что не прямо требует чтобы вы всегда были в экране я говорю правду всегда уралас если вы смотрите когда будет спальник на next уже вот тут уже вам был все подсказывают что next попрет если будет спальник но спальника нет вообще смотрим мы видео смотрим рекламу в нижнем новгороде газельки уже есть двух кабин и газоны есть двух кабин и почему уралов нету не со спальником не двух кабин их ну когда да сам рынок подсказывает до свидания всего доброго не забывайте подписывайтесь на канал урал спецтранс будете в курсе наших самых последних новостей и оставляйте свои вопросы в комментариях всем пока